Дачная пора в самом разгаре, мае время посева и, как рассказывают опытные огородники, урожай далеко не всегда зависит от ухода. Точнее, не только от ухода. Помните пословицу, что посеешь, то и пожнешь. Наш следующий материал именно о семенах. В частности, что нужно знать при выборе посадочного материала, чтобы осенью не остаться без урожая. Пару недель назад мы провели эксперимент. Купили несколько упаковок семян и отдали их на экспертизу. Сегодня расскажем о результатах. Огурчики есть вековые, которые опыляют пчелы. Не будет пчел, не будет огурцов. Есть, которые опыляют друг другу. Какие дать? Эти кадры из магазина семян. Огурчики программа «Разберемся. Купила» и опыленные пчелами, и те, что опыляют друг друга. Еще мы взяли редис, кабачки и морковь. Из магазина наша съемочная группа отправилась на рынок к бабушкам за семенами с огорода. Хорошие схожи, тени? Свои. Я им сто лет сожгу. Интересно, просто лучше. Такие настоящие или в пакетах? Какие лучше? А что там крошечки? И что вы купите? Да. А вот со всхожестью и магазинных, и бабушкинских семян в течение двух недель разбирались в специальной лаборатории Ростельхозцентра Республики. Именно туда на проверку мы отдали образцы семян. И вот готовы результаты. Очень хорошие. Основной показатель это всхожесть прекрасный. Он у нас от 100% и до 85%. А это таких культур, как морковь, редис, огурец, патиссоны и кабачки. И хоть ко всем семенам, которые мы отдали в лабораторию на экспертизу, у специалистов претензий нет, это не повод радоваться и делать вывод, что на прилавках Акасии торгуют только качественным посадочным материалом. В Ростельхозцентр Республики регулярно поступают жалобы. Нынешний год не исключение, несмотря на то, что посадочный сезон только начался. Жалобы были у нас. Это на такие культуры, это как цветочные, это семейство астровых, это семена астры разных сортов. Всхожесть была ниже 20-30%. Всхожесть – один из главных показателей качества семян. И в то же время самый трудноопределимый. Взойдет растение или нет, становится ясным только после посадки. Впрочем, уберечь себя от некачественной покупки можно. Нужно только знать несколько нехитрых секретов. Не зарьтесь на яркую упаковку, она не гарантия качества. Главное, чтобы на ней была указана следующая информация. Срок годности с точностью до месяца, полное название культуры, сорта, вес семян в граммах, название фирмы-производителя, ее адрес и телефон. Информация о гости. Если хотя бы одного пункта нет, семена могут быть некачественными. Главный показатель – всхожесть семян. Если это не указано на упаковке, у продавца должен быть сертификат качества, который он обязан показать покупателю по первому его требованию. Главное, номера партии в сертификате и на упаковке семян должны совпадать. Не покупайте семена впрок, а только в том количестве, которое необходимо на текущий год. Их срок годности короткий, поэтому к следующей весне запасы могут испортиться. Покупайте семена только в специализированных магазинах, которые работают непосредственно с производителями. Тогда риск купить просрочку будет минимальным. После покупки семян сохраните чек, а после посева – упаковку. Все это поможет в дальнейшем предъявить претензии продавцу, если качество семян окажется сомнительным.